Доброе утро! На 12-м канале Час новостей в студии Анна Черных. Смотрите в этом выпуске. Миссию выполнили! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня с 6 часов утра все ограничения для водителей были сняты. Проезд по центральным улицам полностью открыли. Пассажирский транспорт вернулся на привычные маршруты движения. Кроме того, вновь стала возможна парковка в этой части города. Пешеходным Омск становился на несколько дней в связи с праздничными мероприятиями. Днем города, марафоном и проведением знаменитой цветочной выставки флора. Амичей стали меньше мусорить во время праздничных гуляний. В этом году после дня города дорожники вывезли с улиц 80 тонн мусора. Это в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Тогда жители оставили после гуляний почти 200 тонн отходов. На этот раз уборка города началась сразу после праздничного салюта и закончилась только к утру. Задействованы были 340 человек и 140 единиц техники. Основную часть отходов вывезли из центрального округа, где проходила большая часть мероприятий. Добавлю, что день города прошел без серьезных ЧП. В Омской мэрии подвели первые итоги праздника. В участие в торжествах приняли 132 тысячи человек. Начались гуляния в Омске с самого значимого для региона спортивного события – сибирского международного марафона. В этом году он стал юбилейным 30-м по счету. Чтобы принять участие в грандиозном событии, в Омск съехались атлеты со всей России, а также с 23 стран. На золотой хэт-трик оформил Андрей Лейман из Краснодара. Он в третий раз подряд стал победителем в мужском забеге. У женщин первая прибежала бегунья из Челябинска Евдокия Букина. И впервые в мире на старт марафона вышел симфонический оркестр. Так что спортсмены и любители бега преодолевали дистанции под необычные композиции. Это были не только классические произведения, но и саундтреки из известных фильмов. К примеру, «Гладиатор», «Ла-ла-ленд» и «Миссия невыполнима». Вообще же, в свой день рождения Омск превратился в одну большую сцену под открытым небом. Празднование стилизовали и посвятили Российскому году театра. Работали десятки интерактивных площадок. На главную сцену вышли Екатерина Великая и Наташа Ростова. Они рассказали историю русского театра. Участие в постановке приняли почти 600 артистов. А мечи могли заглянуть в интерактивное кафе. В роли официантов тут выступали омские актеры. Причем они не только разносили кофе, но и показали зрителям постановку по самой знаменитой омской пьесе «Любовь и голуби». Артисты выступали прямо среди столиков. Театр стал темой и знаменитой выставки «Флора». В этом году она стала международной. Над одной из композиций работали флористы из Китая. Чтобы разместить все инсталляции, потребовалось занять сразу два сквера – выставочный и воскресенский. В этом году просто невероятное что-то. Обалденно, невероятная скрипка, да, мы посмотрели. Посмотрели у входа какие экспозиции, солнце. Для детей просто сказка в этом году. Ну а кульминацией праздника стала салютная феерия. На Зеленом острове собрались тысячи амичей, чтобы стать свидетелями четвертого фестиваля фейерверков. Парк превратили в огромную развлекательную площадку. Отдельную программу с конкурсами, розыгрышем призов подготовил 12 канал. Еще одним сюрпризом стало шоу «Танцующих фонтанов». А самой зрелищной частью праздника – грандиозный салют. Под классическую музыку и хиты 80-х зрители увидели танец огненных залпов. Пиротехническое шоу длилось почти два часа. Теперь к другим темам. Врачи борются за жизнь двухлетнего мальчика. Малыш выпал из окна. Страшное ЧП произошло накануне в переулке Почтовой. Доктора не дают прогнозов, но обнадеживает тот факт, что ребенок сорвался с небольшой высоты. И падение пришлось из окна второго этажа. Добавлю, что этим летом особенно много подобных случаев. Начиная с 1 мая политравмы, характерные при падениях, получили уже десятки детей. Причем в основном в возрасте от двух до трех лет. Нескольких пациентов спасти не удалось. Родителей просят обратить внимание на москитные сетки. Малыши опираются на них, уверенные, что это крепкая преграда. Однако это не так избежать трагедии. Помогут и специальные замки, которые не позволят ребенку открыть окно настиж. Казалось бы, облокотить. Смертельное ДТП на трассе Подомском. На автодороге Челябинск-Новосибирск легковая машина вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру. От удара оба транспортных средства разлетелись по обочинам. Отечественная Лада превратилась в груду металла. За рулем находился 69-летний мужчина. Он и 44-летний пассажир легковушки скончались на месте происшествия до приезда скорой. Шансов выжить у них не было. Сейчас полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства смертельного ДТП. Гром пушек, выступления парашютистов и яичница, жареная на танке. В Омске стартовал международный конкурс «Римбат». Специалисты-ремонтники из разных стран, в том числе России, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса и Ордании, будут состязаться в мастерстве в рамках армейских международных игр. Соревнования пройдут до 10 августа. Торжественное открытие прошло накануне на танковом полигоне в Черемушках. Во всем мире широко известен Омский автобронетанковый инженерный институт, на полигонах которого пройдут соревнования. Его выпускники с честью служат в армиях разных стран. Уверен, участие иностранных делегаций в конкурсе «Римбат» послужит укреплению дружбы между нашими странами и развитию взаимодействия в военной области. Вот на полигон «Свободный» многие амичи приехали с детьми. Работала выставка военной техники, творческие коллективы подготовили концертные номера. И самое главное, по традиции, перед соревнованиями показали танковый бой с эвакуацией из подбитой техники. Также свое мастерство продемонстрировали парашютисты, подготовили организаторы и юмористическую эстафету на тему «Как мать представляет военную службу сына». Пока бойцы бегали, постепенно разбирая уазик, повара продемонстрировали необычный способ приготовления завтрака. Сварили кофе и пожарили яйца благодаря жару от турбины танка Т-80, после чего угостили всех желающих. Когда же начались собственные соревнования, российская команда сразу показала свое мастерство. Их ремонтная машина финишировала первой, оставив соперников из Лаоса далеко позади. Впрочем, в Минобороны от оценок и прогнозов пока воздерживаются. Добавлю, что в прошлом году победителями «Римбата» стали российские военные на втором месте команды из Китая. В Омске подвели итоги первой строительной премии. Ее присуждали в рамках стройфеста. Он прошел в регионе впервые. Идея принадлежит Ассоциации опора строителей Сибири. Поддержала инициативу Общественная палата области. Во время деловой программы фестиваля омские застройщики, реставраторы и архитекторы могли обменяться опытом, проконсультироваться с федеральными экспертами и мэтрами строительной отрасли, а также презентовать свои необычные проекты. За первую строительную премию боролись сотни омских компаний. В итоге выбрали 12 в таких номинациях, как «Лучшее оформление фасадов», «Лучшее малоэтажное строительство» и «Развитие отрасли». В числе призеров организация, которая занимается благоустройством центральных усадеб в районах области. Фирма, которая реставрировала фасады на Любинском проспекте к 300-летию Омска, в планах организаторов расширяться. И уже в следующем году провести первую строительную премию Сибири. Сегодня последний день, когда автохамы могут дешево отделаться за непропуск скорой помощи. В будущем за это могут даже отправить за решетку. Законопроект вступает в силу завтра. Так возрастет штраф за непредоставление спешащей на вызов скорой преимущества на дороге. Он составит от 3 до 5 тысяч рублей. Раньше было 500. Кроме того, нарушителя могут лишить водительских прав на срок от 3 месяцев до года. Если окажется, что действия водителя нанесли здоровью пациента тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность. Вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Если же пациент погибнет, виновник сядет на 4 года. Остановку «Жемчужина» в центре Омска перенесут к одноименному магазину. Инициатором выступила госавтоинспекция. Теперь транспорт, идущий на левый берег, будет останавливаться ближе к улице Ленина. А значит, для автобусов и троллейбусов появится больше места. До этого перед остановкой постоянно возникали заторы. Ситуацию осложняли маршрутчики, подбирающие пассажиров перед остановкой, тем самым мешая проехать крупногабаритному транспорту. В ГИБДД уверены, нововведение увеличит пропускную способность проспекта Маркса и улицы Масленького. В районах Омской области появятся новые точки роста. Из регионального бюджета на это выделили дополнительные 36 миллионов рублей. Деньги направят на оплату труда педагогов и приобретение расходных материалов. Современные центры образования для детей заработают в 58 сельских школах 1 сентября. Занятия там будут проходить бесплатно по трем направлениям. ОБЖ, технология и информатика. Создают их в рамках нацпроекта образования. По количеству точек роста Омская область сейчас занимает лидирующие позиции в России. Россия нам посоветовали заклеивать камеру ноутбука. Причем рекомендация исходит не от мнимых конспирологов, а от экспертов Роскачества. Специалисты Центра цифровой экспертизы подготовили рекомендации, как защитить устройство от хакеров. На компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и обновленное ПО. Кроме того, рекомендуется заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются, ведь вредоносные шпионские программы способны их активировать. Также следует внимательнее отнестись к настройкам мобильных приложений, которые могут потребовать доступ к микрофону, камере, фотогалереи и геолокации. В целом, констатируют эксперты, заклейка камеры и микрофоны уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены. Продолжение следует... Победителей выберут в 11 номинациях. Самые смелые идеи будут размещены в едином информационном пространстве для лучших практик развития субъектов России. Триллеру «Черного моря» в Сочи стартовал предсезонный хоккейный турнир. Для авангарда он стал первой проверкой сил перед новым сезоном КХЛ. Команда Боба Хартли уступила в первые встречи локомотиву 1-3, а вчера и Олимпийской сборной России. К началу второго периода ястребы проигрывали 0-3, но после умудрились сравнять счет. Шайбы забросили Щербак, Дедунов и Шумаков. Но после этого наши спортсмены пропустили еще один гол. Итог 3-4. Мечи на сочинском турнире пока без побед, но серьезно нагружены физически. Об этом говорят и Сергей Шумаков, и Артем Манукян, получившие приглашение в Олимпийскую сборную и сыгравшие на соревнованиях у Черного моря против родного авангарда. Ты играешь против Омска, наверное, впервые. И обыгрываешь Омск. Да, впервые такое чувство было. Перед игрой было волнение. Даже перед сном где-то думал. Потом старался отлечься от этого, представлять, что это обычная игра. Как бы не смотреть на соперника. Но да, волнительно, конечно, хотелось показать себя с хорошей стороны. Как Камангард со стороны показался? Очень хорошо. Ну, блин, там тяжелые тренировки, видно, под нагрузками ребята. А так, мне тяжело судить. Там тренера есть, которые скажут, как. Ну, характер-то проявили. Да, безусловно. Но это без этого никак. Аманукян сегодня играл против своей команды. Сказал, что ему видно со стороны, что ребята под нагрузкой. Насколько сильна эта нагрузка? Насколько процентов сейчас вот команда бегает? Ну, при сезонке она всегда нагрузка. Мне кажется, всех командах одинаково. Может, у олимпийской сборной как-то по-другому. Я не знаю. Так, в основном, все команды. 60% 60%? 60. Может, 60-70%. Далее прогноз погоды. Ну, а все наши новости мы выкладываем в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно на нашем сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Сегодня, 5 августа, в регионе переменная облачность. Ожидается дождь с грозой. В районах утром 12-23, днем до плюс 24 тепла. В Омске утром от плюс 14 до плюс 24. В дневные часы ожидается до плюс 25. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Далее на 12-м канале программа «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. Мы увидимся с вами в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Кулакова